бесплатные вебинары для руководителей эксперты по построению бизнеса расскажут новые сценарии онлайн продаж современные возможности интернет-маркетинга как продавать в соцсетях и мессенджера как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн офис делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента всех приветствую у нас есть звук у нас есть свет я надеюсь что это все правда если со звуком и светом все окей то есть меня видно и слышно да можно вижу уже в сообщении в чатике спасибо большое что вы активны всех приветствую эта серия вебинаров компании 1с битрикс мы рассказываем про бизнесовые истории говорим про разные аспекты сегодня у нас тема связанная с репутацией и продажами продажи в основном перекочевали в сеть мы очень много продаем там есть риски того что в ближайшее время снова будет какой-то вариант локдауна когда пешеходный трафик в оффлайн-точке снова очень сильно сократится он и сейчас не очень большой если честно если сравнивать с периодом до пандемии поэтому мы конечно говорим про онлайн и репутации в сети выходит на очень существенно если не сказать на первое место на очень существенно про это сегодня будем говорить немножко орг моментов самого начала меня зовут михаил беляев я буду с вами ближайшие полтора часа у нас сегодня будет не один спикер будет два спикера я представлю нашего первого спикера первого участника через минутку буквально полтора часа примерно вебинар будет разбит на две части мы поговорим в первой про репутацию как она строится в сети как ее видит клиент со своей стороны и что можете вы как бизнес не сделать это первый момент второй момент мы поговорим про то каким образом эта репутация созданной в сети не теряется дальше когда вы выходите уже непосредственно в коммуникацию с клиентом в продажу что сделать с тем чтобы клиент остался с вами все было окей как по первому впечатлению визуально сети так и потом по работе с вами и каким образом в этом crm битрикс24 помогает вот две таких части если у вас есть продукт битрикс24 вы им пользуетесь и у вас накопились вопросы один несколько совершенно спокойно задавайте их прямо в чат вот он не то чтобы специально для этого но в том числе для этого нужен пожалуйста вопросы и к спикеру и к продуктам битрикс24 можно прямо в чат бросать с нами сегодня три опытных интегратора компаний которые работают с продуктами битрикс24 помогают клиентам установить системы настроить систему и работать с ним комфортно компания техноком 21 компания бизнес драйвер и компания первая айти они у нас чате тоже есть поэтому вопросы по 24 смело бросайте и коллеги будут по ходу отвечать вопросы к спикерам тоже бросайте мы будем оставлять время в конце презентации для того чтобы на эти вопросы ответить последний организационный момент запись будет в записи нельзя задать вопросы но если вдруг у вас что-то со связью с коннектом то можно будет попозже пересмотреть мы все презентации и запись отдадим участникам на их почту поэтому за это совершенно спокойно можете не ловаться будьте совершенно спокойно и так мы переходим непосредственно комитару мы говорим в первой части как я уже анонсировал про репутацию про то каким образом она строится мониторится и что с ней делать сети и мы специально пригласили руководителя проекта руки компания ингейт екатерину хиндиканин екатерина присоединяйтесь к нам у екатерины есть очень классная информация статистическая информация и информация экспертная что сделать для того чтобы внутри в сети вернее все было окей все хорошо добрый день коллеги как слышно видно екатерина приветствую я вижу и слышу коллеги нарисуйте что-нибудь чатикина так есть плюс говорят что видно и передаю вам слово рассказывать я буду поблизости но видео пока выключу итак начнем с блока который касается работы с репутацией меня зовут хиндиканин екатерина я являюсь руководителем проекта руки компании ингейт последнее время плотно работаем над разными каналами привлечения клиентов из интернета в том числе над работой с репутацией они сегодня и поговорим конкретно то о чем сегодня будет рассказ первое это важная цифра репутации ее влияние на прибыль как видит клиент бизнес своими глазами как отзывы и рейтинги помогают усилить другие каналы пять способов не продать клиенту касаемо репутации как создать положительную репутацию бренда на рынке рассмотрим стратегию не переусердствуй ответим на вопрос зачем мне отзывы рейтинги если нет сайта и когда будут первые результаты если вы только начали работать с репутацией сначала давайте познакомимся с вами давайте в чате поставьте плюсы те кто сейчас уже работают с репутацией и минус те кто не работают на настоящий момент но хотят это сделать расскажу о том немножечко почему сейчас репутация стала максимально актуальной для бизнеса разного размера раньше говорили о том что работа с репутацией это в основном для бизнесов которые уже достаточно крупные и могут как бы себе позволить потому что работа с репутацией как правило это дорогая работа это постоянная работа но сейчас мир немножечко поменялся в этом году особенно и репутация стал заняла одну из лидирующих позиций то это именно то что влияет на ваши конечные продажи и усиляет другие каналы посмотрим на цифры на важные цифры о репутации которые подготовила подготовили в исследовании гарвардской бизнес школа в этом году в этом году как мы знаем весной начались некоторые ограничения для бизнеса и оффлайн точки были закрыты а в онлайн перетекло большее количество клиентов мы знаем то что сейчас мы делаем заказы в один клик с мобильного телефона и для того чтобы принять решение о покупке мы зачастую читаем отзывы вот сейчас посмотрим на то сколько же отзывов нужно для того чтобы сформировать решение о покупке сколько звезд рейтинга ожидают увидеть клиенты для того чтобы совершить покупку первое каждая звездочка рейтинга в среднем повышает продажи на 9 процентов это среднестатистический показатель в исследовании участвовало несколько тысяч бизнесов почти три из четырех потребителей больше доверяют компании если она имеет положительные отзывы это 75 процентов это очень значимое число 49 процентов ожидают увидеть по крайней мере четырехзвездный рейтинг прежде чем обратиться в компанию или купить товар где именно они ожидают увидеть этот рейтинг рассмотрим чуть попозже посмотрим на каких площадках эти рейтинги бывают обратите внимание на эти площадки и поставьте себе такие галочки где ваш бизнес присутствует а где нет в среднем потенциальный покупатель читает 7 отзывов после этого у него складывается устойчивое впечатление о бренде или компании и 97 процентов потребителей ищут в интернете отзывы о товаре перед его покупкой это практически 100 процентов пользователей далее ваш бизнес глазами клиента посмотрим как раз на каких же площадках располагаются эти звездочки и рейтинги которые так манят клиента и являются фактором в принятии решения о покупке немножко расскажу о том как бизнес воспринимает работу с репутацией вот именно сейчас много общаемся с клиентами и узнавали у них о том что поменяется в момент того когда они не работали с репутацией и после того как их рейтинг усилился увеличился звездочек стало больше они начали работать с репутацией многие говорят о том что после этого клиенты приходят к ними более подогретыми после этого конверсия в рекламных каналах в различных рекламных каналах она повышается и после этого у клиента уже сформировано некое представление о той покупке которую он совершает где же эти рейтинги присутствуют наверняка у вас на сайтах установлен счетчик отслеживания рекламной аналитики это там например google analytics или яндекс метрика рекомендую посмотреть какое количество трафика к вам приходит из яндекс браузера потому что яндекс браузер обладает интересной особенностью вот мы видим на левом слайде то что в адресной строке яндекс браузера справа есть такая звездочка и в эту звездочку подтягиваются отзывы о вашем сайте если еще не обращали внимание рекомендую это сделать потому что это видит ваши клиенты и клиенты обращают на это внимание как мы уже рассмотрели ранее это достаточно большой процент ваших клиентов и это то время когда клиент принимает решение о покупке второе это различные колдунщики колдунщики это блоки в рекламной выдаче яндекс или гугл которые являются дополнительными мы знаем то что примерно на первой странице выдачи в яндексе это блоки рекламные есть сверху дальше есть органическая выдача и снизу также рекламные блоки также и структура построены и в гугл но есть дополнительные места выдачи это так называемые колдунщики например наверняка видели это блок яндекс маркета это блок яндекс карт это блок яндекс услуги и другие сервисы яндекса если мы говорим про яндекс соответственно про google тоже самое это google мерчант это google карты и другие сервисы которые касаются google это еще раз повторюсь дополнительная строчка выдачи и это тот дополнительный блок который вы можете занять и клиент увидит сразу несколько ваших предложений на одной странице далее где видеть еще рейтинг если пользователь открывает карту ищет хочет построить маршрут интересный момент то что последние годы часть коммерческого поискового трафика из поиска начала переходить в карты и карты являются одним из таких важных элементов которые вы должны регулярно проверять отслеживать и смотреть как ваша компания отображается на карту потому что например в начале этого года на яндекс картах часть компании была отмечена как закрыта из-за этого многие бизнес потеряли какую-то часть клиентов потому что клиенты переходили на карту строили маршрут и стояло вот эта галочка которая обозначала о том что компания не работает компания закрыта на самом деле она была открыта и это тоже повлияло на конечной продажи на самой карте также есть звездочки и рейтинги про которые мы говорим это тоже ваша репутация это тоже то почему клиенты принимают решение покупки выдачи яндекса есть блоки которые подтягивают также звездочки для яндекса это звездочки яндекс карт звездочки яндекс маркета если у вас есть магазин на маркете для google соответственно это звездочки google карт и звездочки google мерчанта далее если ну как я уже говорила если у вас есть магазин на маркете это звездочки маркет также подтягиваться и вот примеры google карт которые также подтягивают звездочки и рейтинги после того как пользователь вводит какой-то поисковый запрос например где купить и что-то где поесть где заказать какой-то услуги автосервиса например на какие же площадках есть рейтинги площадки можно условно разделить на несколько блоков первый блок это как я уже сказала это блок карт второй блок это блок так называемых площадок отзывиков площадок которые обладают достаточно большим количеством трафика естественного и там тоже пользователи читают о вашей компании бренде или услуги отзывы и эти звездочки точно также попадают в поисковую выдачу google или яндекс и клиент видит их по определенным запросам второй третий блок это все что касается приложений это google play apple store и последний блок так называемые это профильные площадки например если вы продаете какие-то медицинские услуги оказываете какие-то медицинские услуги то это достаточно специфичный набор площадок где говорят именно о такого рода услугах и там как правило тоже компания есть личные странички и компании могут на этой страничке давать официальные ответы по отзывам и клиенты могут оставлять эти отзывы также отзывы и рейтинги влияют на другие каналы это достаточно интересный вопрос когда плотно начали работать с репутацией заметили интересную особенность как я уже говорила в поисковой выдаче звездочки подтягиваются к вашим так называемым сниппетом и это могут быть звездочки магазина на маркете на google merchant либо звездочки отзывиков звездочки карт ну и всевозможные другие рейтинги которые про которые я говорила ранее если пользователь ищет естественный какой-то запрос например там купить окна в москве сразу видит несколько компаний которые отображаются у него на там первой странице поисковой выдачи у этих компаний разное количество звезд как мы уже говорили ранее клиент перед покупкой ожидает увидеть минимум четыре звезды рейтинга для того чтобы принять решение о покупке обратите на это внимание пробежите по своим коммерческим запросам по которым вы продвигаетесь и посмотрите сколько же звездочек рейтинга у вашей компании некоторые вот тут интересный пример некоторые компании делают такие лайфхаки и добавляют символа звездочки для того чтобы для усиления этого эффекта и второй пример это вот как раз магазин на маркете тоже коммерческий запрос это рекламный блок увеличивается сетя рекламы благодаря этому соответственно вы тратите меньше денег и получаете больше результата за те же деньги если ваш рейтинг достаточно высокий и поговорим о пяти способах не продать клиенту первый способ это при работе с репутацией перестараться чем я говорю если у вас не было ни одного отзыва потом их стало 200 за неделю это выглядит неестественно золотое правило работы с репутацией это естественная работа и регулярно что это значит естественная работа это значит то что например если у вас какой-то филиал или точка продаж только открылась вы начинаете стимулировать пользователей оставлять отзывы например какую-то бонусную механику добавляете ссылайте в email сообщениях какой-то например qr-код для того чтобы пользователи оставили отзыв о вашей компании бренде или услуги и после этого иногда возникает такой некий взрыв отзывов на ваших площадках это выглядит максимально неестественно потому что если вдруг в октябре у вас было ноль отзывов а в ноябре их появится 200 то у тех кто будет эти отзывы читать ну будут какие-то подозрения по этому поводу поэтому если только начинаете работать репутации начинайте плавно и постепенно далее наращивать этот темп увеличиваете количество площадок на которых присутствует ваша компания и тогда добьетесь максимальных успехов второе это если ваш бизнес подразумевает нечастые сделки количество отзывов должно быть сопоставима с количеством клиентов сейчас будет немножечко утрированный пример но достаточно показательный если вы например продаете ракеты то если у вас количество отзывов например на карточки яндекс карт оно какое-то запредельное например 50 или там 200 в месяц то это тоже вызовет подозрение у клиентов которые будут собираться оформить с вами сделку третье если работать над репутацией работа должна быть регулярной это тоже говорим о естественности потому что многие компании начинают это делать потом в какой-то момент успокаиваются и говорят все рейтинг у меня отличный все хорошо пока больше не буду стимулировать пользователя оставлять отзывы давать им за это какие-то бонус коды подарки буду работать с тем рейтингом который есть а потом клиенты переходят к ним на карточки и видит то что например до этого каждый месяц было оставлено клиентами по там 10-15 отзывов или там 50 60 а в последние месяцы ноль или один это тоже вызовет некие подозрения и поэтому я говорю о том что работа с репутацией должна быть регулярно второй способ не продать клиенту игнорировать отзывы как мы знаем яндекс и гугл это такие большие компании которые не любят раскрывать свои алгоритмы но на основании неких исследований удалось определить показатели которые влияют на конечный рейтинг вашей площадке например там на рейтинг яндекс карт это одни одним из этих показателей важных является то насколько яндекс и гугл видят живость вашей компании то есть то что информация на ней актуальна то что вы отвечаете своим клиентам то что вам это не безразлично и каждый отзыв находит ответ официальный ответ это касается не только яндекс и google это касается также и других площадок на которых вы можете зарегистрироваться как официальный представитель компании и давать официальные ответы большинстве площадок такие официальные ответы будут влиять в том числе и на ваш рейтинг если так немножечко отступить например на рейтинг яндекс и гугл влияет более 800 параметров это вот такой один блок параметров которые очень важны для того чтобы рейтинг у вас планомерно рос тут провела пример когда был оставлен отзыв 28 октября и такой вот был официальный ответ благодарим за ваш отзыв очень важно то что отвечать нужно абсолютно на все отзывы будь они положительные пятизвездочные четырехзвездочные и будь они однозвездочные и какие-то отрицательные негативные моменты на такие отзывы нужно отвечать обязательно особенно на негативные негативные отзывы надо разбирать и искать проблему и редактировать свой продукт как-то дорабатывать таким образом чтобы новые клиенты похожую ситуацию не попали третий не отслеживать упоминания бренда в интернете нам приходило много компаний которые говорили о том что у нас падают продажи и после анализа того почему что произошло в последнее время много достаточно большой процент клиентов оказывалась причина в том что есть какие-то упоминания о бренде или об услуге в интернете о которых клиент наш не знал а клиенты клиента знали то есть видели и в результате этого падали покупки падали продажи и клиент недополучал эту выручку которую мог бы получить весят за весь этот период который он не отслеживал эти отзывы поэтому помним что принимая решение о покупке клиент среднем читает 7 отзывов если вы не отслеживаете упоминания вы никогда не узнаете о том почему у вас падают продажи это может быть одни один из факторов может быть главным фактором того почему это происходит может быть как раз это происходит из-за отзывов которые клиенты видят а вы нет четвертое не работать над проблемами из негативных отзывов многие говорят о том что негативные отзывы пишут конкуренты такого не может происходить да если их пишут конкуренты то это достаточно легко отловить и это нужно делать обязательно нужно делать в противном случае если у вас например на карточке компании будет несколько там негативных отзывов всякое случается но если вы поэтому клиенту поэтому конкретному случаю будете делать такую некую отписку и говорить спасибо мы вас услышали но с этим ничего делать не будем то будущее ваши клиенты будут обращать на это внимание используйте это как точку роста если вы считаете то что этот комментарий оставили ваши конкуренты это всегда можно отловить каким образом уточняйте номер заказа уточняйте детали заказа прямо в комментариях под этим отзывом если этот заказ был действительно совершен то все эти комментарии вам легко и быстро предоставит если таких комментариев нет то вы можете претендовать на то чтобы этот отзыв был удален с вашей карточки написав официальным представителем компании сервиса или площадки на которой этот отзыв был расположен помните то что если все таки случается ситуация когда это действительно был клиент и у него есть все подтверждающие документы какие-то скриншоты чеки покупки номер заказа и он описывает достаточно красочно развернуто свою проблему используйте это как точку роста для своего бизнеса используйте это в позитивном таком ключе для того чтобы ваши будущие клиенты на такие проблемы не натыкались уже пятое не обращать внимание на отзывы в топе как и сайты как и любые сайты как и любые страницы отзывы также индексируются поисковыми системами яндекс и гугл и зачастую и в яндексе в гугл по запросам бренд отзывы например там яндекс отзывы или отзывы о яндекс можно найти упоминание верху топа именно формате отзыва это могут быть какие-то площадки яндекса а также это могут быть площадки отзывиков какие-либо профильные ресурсы тоже рекомендую обратить на это внимание для того чтобы понимать полную картину того как клиент видит вашу компанию принимая решение о покупке такие отзывы зачастую формируют основное мнение о вашем продукте и бренде и над выводом таких отзывов в топ тоже можно работать это работа такая же как и по выводу сайта в топ потому что отзыв как правило является отдельной страничкой на каком-то ресурсе на таком же который с которым вы можете сработать и негатив если у вас в топе находятся негативные отзывы вы также можете уточнить детали этого заказа и если там по деталям окажется что клиент вам не отвечает пользователь оставший который оставил отзыв не отвечает то точно также можете претендовать на то чтобы этот отзыв был удален с площадки и тогда в топе у вас будет достаточно чистая хорошая репутация и клиенты будут только расти рассмотрим такой небольшой чек-лист как же создать положительную репутацию бренда на рынке подготовила 6 пунктов что нужно делать для работы над идеальной репутацией первое это отслеживать упоминания вы обязательно должны знать что о вас говорят в интернете и и даже если это не не подконтрольные какие-то вам площадки то есть это например могут на площадках отзывиках или на каких-то профильных площадках регистрировать вашу компанию кто-то еще то есть например не вы и оставлять там отзывы то есть клиенты например ваши и в таком случае нужно обязательно знать на каких площадках ваша компания представлена смотреть что они пишут желательно достаточно регулярно минимум раз в месяц для того чтобы давать официальные ответы и разбираться в тех каких-то конфликтных ситуациях которые там возникают второе давать официальные ответы как я уже сказала это влияет на рейтинг рейтинг это достаточно важная история при работе с репутацией третье работать над выводом лучших отзывов в топ это предыдущий блок который мы разбирали это можно повлиять например усилением каких-то упоминаний об этом отзыве вы можете расположить этот отзыв на своих каких-то ресурсах для того чтобы на него было больше входящего входящих ссылок в этом случае поисковая система будет говорить о том что ну будет понимать то что на этот отзыв ссылается другие достаточно авторитетные ресурсы и его можно поднимать в топе четвертое работать с негативом как я уже сказала негатив это точка роста для вашего бизнеса для вашего продукта всегда достаточно интересно разбираться с какими-то такими интересными кейсами особенными и решать проблему клиента обязательно нужно это делать пятое присутствовать на картах отзывиках и профильных площадках чем больше сфера присутствия тем больше органического трафика к вам с этих площадок приходят тем больше отзывов у вас находится в топе поисковой выдачи по различным запросам и тем больше у клиентов формируется ожидание у клиентов формируется понимание о том что они собираются приобрести и тем вероятнее клиент совершит конечную покупку и шестое стимулировать клиентов оставлять отзывы это тоже достаточно важный момент как я уже говорила к таким инструментом могут относиться email рассылки вы можете просить пользователей оставить отзыв на площадках на которых вы представлены также есть всевозможные сервисы которые например работают в формате просьбы клиента оставить отзыв после покупки после того как клиент совершил покупку ему отправляются какой-то push какое-то письмо смс с просьбой оставить отзыв после чего он в интерфейсе говорит о том что я хочу оставить например пять звезд пишет отзыв и отзыв транслируется на ту площадку с которой была совершена покупка кроме этого есть интересный функционал когда клиенты оставляют например однозвездочные отзывы такая история может не идти напрямую на ту площадку с которой был была совершена покупка такая история может уже приходить к вам на для того чтобы вы с этим клиентом ситуацию более предметно разобрали решили проблему и клиент ушел от вас довольным еще раз берем один вопрос зачем мне отзывы если нет сайта многие задаются таким вопросом но репутация она же не только в интернете это во первых во вторых если у вас нет сайта это не значит то что в интернете нет упоминания о вашей оффлайн какой-то точке продаж вот отзывы не всегда пишут о сайтах это может быть отзыв об услуге бренде или конкретном товаре что и мы видим на отзывиках отзывы не о каком-то сайте конкретном мы видим о конкретном товаре мы видим какие-то подробные разборы этого товара того насколько он клиенту подошел насколько был он был удовлетворен описанием этого товара также он мог прийти в оффлайн точку продаж даже если у вас нет сайта написать отзыв о этом товаре у вас может не быть сайта но в интернете отзывы вас все равно оставляют да это так как я уже сказала третье если на картах можно найти вашу оффлайн точку продаж для нее могут быть оставлены отзывы да если у вас нет сайта то по по вашему физическому адресу где вы находитесь физически ваша точка продаж посмотрите в яндекс google в тугис если карточка вашей организации повторюсь что ее могли заводить том числе не вы и после этого посмотрите какие там последние отзывы какие рейтинги у этих карточек и сформируйте такое понимание о том какая настоящий момент репутация у вашего бизнеса в интернете если продающей площадкой для вас является вконтакте инстаграм и другие соцсети на самом деле там тоже читают отзывы для там например вконтакте инстаграм фейсбук многие компании делают специальные разделы в которых оставляют отзывы клиенты которых они точно также благодарят за оставленный отзыв в котором они разбирают проблемные моменты и вот такие блоки они тоже влияют на конечной продажи и формирование облика компании бренда или товара в лице клиента перед принятием решения о покупке частый вопрос когда же будут первые результаты отвечу так нужно уметь ждать эта история достаточно эффективная но не быстро как я уже сказала у яндекса google например а это достаточно сложные системы и такие игроки рынка которые подходят к пониманию рейтинга очень осознанно и очень скрупулезно у них для того чтобы рассчитать рейтинг рейтинг компании по разным площадкам то есть карты услуги маркет у них используется более 800 параметров и для того чтобы сработать с этими параметрами нужно нужно кропотливая работа нужно регулярно стимулировать клиентов на оставление отзыва это занимает минимум 3-4 месяца до каких-то значимых результатов то есть те 9 процентов про которые мы говорили о том что каждая звездочка рейтинга в среднем увеличивает продажи на 9 процентов да вы заметите результат уже через месяц работ например но этот результат будет незначительным то есть такие в рамках погрешности в рамках отклонения вы еще будете не уверены в том что это именно репутация повлияла на этот результат но через 3-4 месяца у вас такая уверенность появится поверьте мне и вы поймете насколько конкретно для вашей компании это значимо увидите рост в конечных продажах и надеюсь что дальше будете заниматься работой с репутацией и в окончании своего доклада подарим вам бонус от сервиса руки для тех кто только начинает работать над привлечением клиентам для тех кто начинает работать над репутацией это промокод чп 20 напомню то что винар будет записан и вы сможете этот промокод потом дополнительно получить да вот пишет не скидка кэшбэк ну на самом деле да и если у вас остались какие-то вопросы я сейчас обязательно отвечу на часть вопросов и по номерам телефонов по mail адресу мы обязательно на них ответим так екерина большое спасибо есть несколько вопросов они такие конкретные вот на один мы начали да переходим блогу с вопросами значит вопрос такой из чата прямо зачитываю каким образом стимулировать лучше я его перефразирую чуть-чуть тогда каким образом лучше стимулировать клиентов на оставление отзыва это там скидка авансом это кэшбэк это какое-то обещание просто просьба обычно клиенты очень хорошо реагируют на то что им даешь какой-то бонус за оставление отзыва после покупки желательно пока еще вот это вот ощущение от этой покупки еще в памяти находится у клиента для того чтобы повысить лт так называемый lifetime пользователя и простимулируете на повторную покупку это именно какой-то промокод он отразится на ваших деньгах на лояльности клиента и на том что количество отзыв будет только перерастать то есть промокод на следующую покупку еще вопрос можете ли вы порекомендовать сервис для мониторинга социальных медиа чтобы там было большое количество каналов или это разные сервис для того чтобы все мониторить достаточно много таких сервисов бывает у меня на ум сейчас приходит это например сервис репометр мы у себя собираемся тоже добавить такую функциональность и в том числе как бы функциональность по стимуляции клиентов на оставление отзывов там мы собираемся добавить например qr-коды генерацию qr-кодов которые можно будет рассылать клиентам вот именно по отслеживанию сервис репометр например еще вопрос если мы зашли на площадке ключевые где мы присутствуем и поняли что там отзывов про нас нет совсем что-то с этим нужно делать да такие площадки можно прорабатывать различными способами например многие компании говорят о том что есть печатные версии отзывов которые клиенты оставляли например в книге отзывов и предложений то есть в оффлайн точке продаж в таком случае периодически компании эти отзывы либо просят клиента оставить такой отзыв то есть связываться с клиентом и просят оставить отзывы именно на этих площадках либо каким-то образом этот отзыв переформулируют и в том же ключе оставляют отзыв на этой площадке первой для того чтобы запустить эту цепочку вот кроме этого как я уже сказала есть все всевозможные и mail рассылки например если вы добавляете в mail рассылку какую-то определенную ссылку на площадку поменяйте эту ссылку на те площадки на которых вам нужно нужно запустить этот процесс он такой на самом деле цепной получается потому что как только у вас начнутся первые отзывы тут же сразу и другие клиенты начинают это видеть и оставлять эти отзывы то есть вообще это хорошая ситуация если я зашел условно на площадку в дубльгиз посмотрел что отзывы про меня нет и мне нужно наоборот запустить эту цепочку с положительных отзывов от себя ну то есть от клиентов своих конечно но запустить самому да это называется работа серм такой блок работ по серму это один из эффективных методов запустить эту цепочку екатерина задает вопрос были ли такие ситуации вообще бывают и такие ситуации что репутацию компании не спасти можно ли тут чтобы сделать на самом деле если мы хотя бы даже упоминаем о том что репутацию компании не спасти ну просто хотя бы допускаем такое это говорим качестве продукта если качество продукта достаточно низкая вероятная репутация такая же поэтому еще раз обращаю внимание то что работа над репутацией это конечно хорошо но перво степенно это качество продукта если вы не работаете над этим то и соответственно вы тогда много работайте над репутацией поэтому для всех случаев достаточно критичных, в которых рейтинги были нулевые, там, около нулевые или там однозвездочные, в этом случае сначала нужно обращать внимание на качество продуктов, достаточно детально разбирать. И, на мой взгляд, репутацию всегда можно спасти, поменяв подход к, в принципе, ведению бизнеса. Наверное, вот так вот отвечу на этот вопрос. Сложно, но можно. Да. В чатике были вопросы, мы частично тоже, по ходу, отвечали на них. Так, попробуем еще раз резюмировать. Может ли вы дать рекомендации, как все-таки работать с негативными отзывами? Что лучше делать в случае, когда ты видишь какую-то претензию к тебе? Есть несколько вариантов работы с негативом. Негатив можно разделить тоже на несколько таких крупных блоков. Первый – это негатив, который достаточно давно уже висит, где-то в топе поисковой выдачи вашей компании. Это, например, 2-3 года. Он вам мешает продажам, но площадка его не удаляет, и вы от этого страдаете. В таком случае есть такой механизм, как удаление таких отзывов по истечению времени. Право на забвение. Да, право на забвение, да, это называется. И в таком случае вы можете дать какой-то официальный ответ с вашими юристами, написать о том, что мы уже исправились, все у нас хорошо, это не про нас уже, все неправда. И приложить какие-то документы, которые подтверждают это, в этом случае такие отзывы удаляются. Это первое. Второе. Как работать с негативом? Если клиент оставил негативный отзыв, далее механизм какой? Мы спрашиваем у него, уточняем детали заказа. Если детали заказа уточнены, мы разбираем этот кейс. Как-то клиенту сообщаем о том, что да, мы действительно были неправы, извиняемся за сложившуюся ситуацию, и в дальнейшем предлагаем ему как-то эту ситуацию разрешить. То есть это всевозможные методы работы с лояльностью аудитории. Это точно так же подарок на покупку. Какой-то может быть просто подарок, если ситуация прямо из ряда вон выходящая. Вы можете там часть покупки вернуть там кэшбэк, например, ему. Либо какой-то, ну, наверное, основные методы, да, уже перечислила. Либо если клиент прямо говорит о том, что мне от вас ничего не нужно, просто вот хочу про вас негатив разлить, в таком случае мы подробно в ответе раскладываем то, что мы клиенту предложили для того, чтобы будущие клиенты это видели. И через, ну, через какое-то время этот отзыв, может быть, просто он уйдет вниз, и в таком случае сверху у вас будут уже достаточно положительные отзывы, которые будут видеть ваши клиенты новые. И еще один момент. Если работаете как бы с негативом и клиенты вам не отвечают, то есть пытаетесь уточнить детали заказа, клиенты вам не отвечают, в таком случае вы также можете подать запрос на удаление этого комментария с площадки за неимением, так сказать, доказательств того, что ситуация реально имела место быть. Так, коллеги в комментариях просят еще раз промокод. Давайте перелеснем на слайд обратно и возьмем еще вопросик. Так, вот промокод. Можно его посмотреть. И вопрос тогда ближе к финалу уже про небольшой бизнес. Вот кажется, что это очень большая работа, работа с репутацией. Нужно мониторить площадки, нужно отвечать на каждый отзыв, если их много, то это такая регулярная работа, уточнять детали, идти в продукт, улучшать его потом. Насколько это, во-первых, необходимо, а во-вторых, посильно небольшому бизнесу? Первый вопрос, насколько это необходимо. Скажу так, без этого можно, если вы, например, только начинаете работать, то есть если бизнес совсем молодой, без этого можно обойтись. Но как только вы переступаете планку, там, полгода бизнесу минимум, то в этом случае уже работа над репутацией обязательно, на мой взгляд. Почему? Потому что, кроме всего прочего, у вас появляются уже первые клиенты, которые сформировали какое-то мнение о том, что представляет из себя ваш продукт. Они этим мнением должны делиться, и вы должны их этому стимулировать, для того чтобы бизнес ваш только развивался, и новые клиенты приходили. Это так называемые, ну, если с другой стороны посмотреть, это так называемые кейсы, которые очень часто используют в маркетинге для того, чтобы показывать историю успеха. Вы этих клиентов можете также с отзывов как-то с ними связываться, более развернутый кейс простраивать с ним, и уже транслировать это как рекламный материал, например. И это приведет вам новых клиентов. Ну, то есть это можно рассматривать совершенно по-разному, и считаю, что это достаточно необходимая работа. Если отвечать на вопрос, насколько это посильно малому бизнесу, можно охватывать не все такие этапы работы над работой с репутацией, но наверняка у вас и количество этих отзывов на площадках будет не очень большое. То есть вам можно будет раз в месяц заходить на такие площадки, объемные. В таком случае то уже будет занимать некоторое время, вам нужно будет обращаться либо, скорее всего, к агентству, что достаточно приличных денег стоит, либо к какому-то сервису. Но это в случае, если эта история окупаемая. Важно говорить про окупаемость. Да, первое время можно своими силами с этим работать, а потом уже в зависимости от объемов вашего бизнеса, от объемов ваших денег, которые вы получаете в месяц, уже думать о том, насколько для вас это эффективно, важно и значимо. Но скажу от себя то, что в последнее время это стало очень значимо, в том числе для остальных каналов. Ну, вы попросту будете тратить деньги, например, на рекламу в контексте, которая будет менее эффективна, чем могла бы быть. Ну, можно по себе посмотреть, как вы выбираете сами товары. То есть мы сами тоже сейчас покупаем в интернете преимущественно, ну, большую часть товаров. И если фирма незнакомая, бренд незнакомый, то ты хочешь посмотреть, насколько правда там доставят до тебя товар, кто это, кто оказывает тебе услуги. Все абсолютно верно. Ну да, начать в глублевом случае лучше самим. И кажется, что нас пользователи вынуждают к этому. То есть мы, если не хотим работать с отзывами, они же все равно есть. Да. Поэтому мы, по сути, вынуждены. Хорошо. Друзья, спасибо огромное за вопросы, которые мы сейчас озвучили. Если вопросы будут дальше, то я еще немножко включу слайд у Екатерины с контактами. Пожалуйста, по контактам номер телефона, почта или на сайте можно посмотреть, почитать подробную информацию и вопросы задать, те, которые сегодня не прозвучали. Екатерина, огромное спасибо. Спасибо за то, что провели с нами это время. Да, со мной это время. Надеюсь, доклад был достаточно интересным, будет полезным, и ваша продажа будет только расти, и рейтинги только увеличиваться. Спасибо большое. Счастливо. Вы пишете, что доклад полезный и здорово. Значит, мы, повторюсь, с записью все решим, все будем. Сейчас мы переходим ко второй части. Во второй части мы говорим про CRM-систему. Говорим про то, каким образом люди, пришедшие к вам из разных каналов, мы сейчас посмотрели, что они есть действительно в разных каналах, они почитали о вас отзывы, допустим, там все классно, они ожидают, что все будет хорошо и дальше. Вот тот процесс, который от момента обращения к вам и дальше до момента повторной покупки, следующих покупок, мы посмотрим, как CRM помогает этим работать. Я поговорю про пять блоков, таких основных блоков, которые связаны с репутацией, с ожиданиями клиента, и как с ними работать. Ну и поговорю про инструменты CRM, которые в этом будут подсказкой и помощью вам. Ну, первое, наверное, и самое главное, о чем хочется поговорить, не испортите впечатление. Если у вас классные отзывы, вы с этим поработали, или просто у вас классный продукт, и пользователи делятся позитивным отношением к вам, вот как у меня здорово все получилось, посмотрите, идут и оставляют отзывы. Позитивом делятся, конечно же, намного меньше, чем негативом, но предположим, что все так. Во-первых, нужно быстро отвечать. Во-вторых, отвечать всегда. Если вам написали в нерабочее время, нет требований ответить прямо через две минуты, если вам в два часа ночи пришло сообщение. Но все равно есть ожидания, есть требования, чтобы не оставить без ответа входящее обращение абсолютно любое. Ну, и если это рабочее время, то, конечно, отвечайте достаточно быстро. Сейчас про это немножко поговорим. Будьте всегда на связи. Это вот тот тезис, на котором хочется остановиться еще раз. Мы говорили, что количество каналов, которые сейчас есть для работы с нашей аудиторией, оно не то чтобы уменьшается, а на самом деле увеличивается. Потому что есть классические каналы, к которым мы привыкли. Мы привыкли, что на сайте есть телефон, есть электронная почта, по которым можно написать. Есть каналы, которые добавляются постоянно. Социальные сети, которых там ни одна, ни две получается. И клиенты находятся там. Мы тоже вынуждены как бизнес присутствовать в этих социальных сетях и давать ответы. Есть мессенджеры, каналы в мессенджерах, которых тоже пользователи могут искать и ожидать. И там удобно достаточно общаться. И мы тоже как бизнес идем в эти каналы. Поэтому из разных источников к нам могут прилетать такие заявки. И, конечно, наша задача все эти заявки собрать, во-первых, не потерять ни одну. И, во-вторых, достаточно оперативно на них отреагировать. Внутри Bitrix24 есть такой раздел, который называется «Контакт-центр». Это вот тот, ну, наверное, хаб, такая точка, в которую стекаются из разных каналов все обращения. Вы можете подключить телефонию, почту, социальные сети, мессенджеры и мониторить все, что есть. Можете поставить виджет на свой сайт, в котором будет обратный звонок, чат с онлайн-консультантом или возможность заполнить форму, получить ответ потом на почту. А можно показать там иконки разных мессенджеров для того, чтобы диалог такой начать. Мы все эти каналы подключаем, конечно же, к себе, там, где мы присутствуем, и делаем так, чтобы все эти заявки стекались к нам. Соответственно, они приходят к нам внутрь CRM-системы, и внутри CRM-системы они формируются в отдельные либо ряды, либо сделки, которые мы видим. Мы их не пропускаем. Когда вы начинаете вот такое подключение, если вы через этот процесс еще не проходили, то, подключая разные каналы, вы обнаруживаете, что часть заявок до этого терялась. Так происходит с телефонией, когда вы переходили с классической на IP-телефонию, например. Люди звонят вам в нерабочее время, вы не знаете, что они вам звонили. Ну, просто вы не берете трубку, а берете только, когда человек в офисе присутствует. Либо вы не понимаете, что после рекламных кампаний количество обращений или количество звонков там такое, что там одна линия телефонная или две телефонные линии просто не выдерживают нагрузку. Вам звонят одновременно несколько человек, а телефонная линия может взять только одного человека, один звонок. Поэтому, конечно, IP-телефония в этом смысле показала нам, я думаю, что давно, показала, как именно работает вот такая система. То же самое происходит и с другими каналами. Люди пишут к нам в чат, люди пишут к нам в социальные сети. Если у вас есть группа ВКонтакте, в которую вы тысячу лет не заходили, то туда могут написать ваши клиенты. И если вы не отвечаете, то ощущение у клиента какое? Ну, компания мертвая, по сути. Вот есть группа, она не поддерживается, значит, и компании, возможно, нет. Помните, раньше мы говорили, что если у компании нет сайта, то ее, возможно, и нет, если ее компания не в интернете. Теперь мы можем говорить, что если компания не присутствует в какой-то социальной сети, то у пользователя может сложиться точно такое же ощущение. Теперь про формат скорости ответа. У меня будет к вам сейчас небольшая просьба поделиться в чатике своими внутренними ощущениями и стандартами, про что я сейчас говорю. Скажите, пожалуйста, если вам написали в чат в какой-то социальной сети, насколько быстро необходимо ответить? Пришла какая-то заявка, прямо в любой категории, в секундах, в минутах, в часах, как вам удобно, как у вас внутри в компании принято. Как быстро нужно ответить? Одна минута, 15-20 минут, максимум 2-3 я вижу, 2 часа, 2-5, 2-5, видимо, минут, 3 минуты. То есть, смотрите, у нас есть один ответ, который к 2 часам, в основном ответы, которые в несколько минут, ну и есть там 5-30 минут. Есть коммент про «зависит от сферы», абсолютно я с вами согласен, зависит от сферы, от времени суток. Все совершенно верно. Если вы в чат пишете сообщение, то, скорее всего, ваши пользователи, ну, на самом деле, можно у них спросить. Или просто вы примерно представляете свою аудиторию, насколько люди ждут реакции, насколько они не дожидаются вашего ответа. Можно вот такое исследование небольшое произвести. Не факт, что у вас будет моментальный ответ, что все пользователи не готовы ждать больше 5 минут. Конечно, мы хотим, чтобы нам отвечали мгновенно. Было бы здорово, если бы прям так получилось. Но в разных сферах бизнеса разный формат конкуренции и вот такое обращение, человек, вернее, ожидать такое обращение может разное количество времени. Если мы говорим про социальные сети, то, получив такую заявку, вы имеете возможность даже через день, два или три ответить. Про эффективность оставим этот вопрос, но технически такая возможность у вас есть. Если у вас на сайте висит онлайн-консультант, и там человек оставляет запрос пообщаться с вами, а вы не реагируете в течение ближайших пару минут, то, скорее всего, он с сайта уйдет. И тогда у вас такой возможности пообщаться не будет. Вот здесь маленький секрет. Когда вы выставляете виджет на сайт, предлагаете, конечно, написать вам через какую-то социальную сеть. Тогда у вас будет контакт клиента, вы сможете к нему вернуться, даже если он вас не дождется попозже. Значит, если у вас есть такой стандарт работы, вот вы сейчас написали его в чатик, там второй вопрос, я его задам вслух, отвечать, наверное, прямо сейчас не нужно, можно ответить себе просто. Знают ли этот стандарт все ваши коллеги? То есть в компании принято то, что вы написали сейчас в чат, там 5 минут или 30 минут, все ли согласны с этим стандартом и соблюдается ли он? Система Bitrix24, CRM-система, позволяет мониторить скорость такого ответа. То есть когда к вам упала заявка из различных каналов в CRM-систему, она находится на первой стадии. Это касается и там почты, и чата, то вы говорите, есть такие роботы, я про них попозже буду говорить подробнее, но автоматика вы настраиваете так, что система контролирует, сколько времени заявка находится нетронутой. Вы говорите, подожди, пожалуйста, 5 минут и сообщи менеджеру о том, что заявка есть, и он на нее не реагирует. Подожди, пожалуйста, 2 часа и сообщи его руководителю о том, что заявка не отрабатывает. Подожди там еще час, и если ничего не происходит, возьми и передай такую заявку его коллеге, у которого, наверное, больше свободного времени. То есть можно автоматически контролировать скорость реакции. Для некоторых сфер бизнеса это на самом деле критично. Я вот часто привожу пример с недвижимостью. Коллеги говорили, что входящее обращение живет примерно 15 минут. Если через 15 минут вы не отреагировали, не перезвонили, то, скорее всего, там уже есть 2-3 звонка, человек оставляет такие данные в разных системах, ему уже позвонили, рынок общий, базы примерно общие, с клиентом уже работают, вы будете там очередным, пятым, седьмым, двенадцатым, который ему позвонит, и, скорее всего, там ничего не получится. Поэтому определите у себя, сколько времени на ответ у вас есть. Иногда это несколько часов, все, окей, к вам пришло письмо, и вы до конца, от рабочего дня или на следующий день можете ответить, и это нормально в вашем стандарте, в вашей отрасли. Определите такие сроки для разных каналов, для разного времени, зафиксируйте это для всей компании. Если есть возможность, то контролируйте это автоматически. Bitrix24 умеет контролировать автоматически. Второй момент. Когда вы с клиентом начали работать, пожалуйста, держите клиента в курсе. Очень часто бывает, что клиент не понимает, что происходит на том конце, что происходит у вас внутри компании. Он отправил заявку, взяли ли вы ее в работу. Он попросил коммерческие предложения, работаете ли вы над этим коммерческим предложением. Вы сказали, мы начали собирать заказ, и никакой информации нет в течение пары дней, и человек не понимает, что происходит. Здесь в формате B2C, когда у нас быстрая покупка и нет длинного цикла сделки, очень хорошо подходит так называемое сервисное сообщение. Вы автоматически, в зависимости от стадии, где у вас находится заказ, отправляете человеку в SMS-ку или куда-то в другой канал сообщение. Мы начали собирать, ваш заказ прибыл в пункт выдачи, заберите, пожалуйста. Мы с вами получаем такие сервисные сообщения, и согласитесь, они держат нас в курсе. Если там не переборщили ребята, если не в течение одного дня не приходит, пять таких сообщений, что не хочется, то очень помогает, когда ты понимаешь, что происходит с твоим товаром. Вот пришла доставка, окей, мне пришла SMS-ка, что я могу забрать. Уже в сторону SMS-ок, даже в сторону таких сообщений мы сдвигаемся от звонков. То есть лучше отправить сообщение, поставить код или просто информацию, чем позвонить. И второй формат, мы сейчас про B2C поговорили, и второй формат B2B. Когда мы идем в длинном цикле сделки, мы идем в переговоры с клиентом, у нас есть некоторые стадии, есть некоторые проекты. Внутри B2X24 есть такой блок, называется он «Задачи и проекты». В управлении проектом вы можете пригласить клиента на свой портал и прямо позволить ему мониторить, что происходит с задачами. Ставить задачи своим коллегам, которые в проекте находятся. Они могут выглядеть вот таким образом. Отдельный прямоугольник – это отдельная задача. Там картинки не обязательно можно добавлять. Но тем не менее, если вы с клиентом работаете, вы можете показывать ему, смотрите, пять задач у нас есть по вам. Вот что мы делаем. Вот в каком процессе она не находится. Там есть комментарии с задачами, есть стадии с задачами, они двигаются. И таким образом, клиенту, если ему интересно, он может не позвонить вам, там, дернуть вас, отвлечь телефонным звонком. Он может зайти по ссылке в ваш портал и вместе с вами посмотреть на задачу. Если у него есть комментарии, он там же оставляет. Вся эта история сохраняется у вас на портале. Клиенту удобно. Он получает все эти данные по одному клику, заходит и видит картинку, что с проектом. Вы работаете в собственном интерфейсе, вам тоже удобно. Коммуникация с клиентом на этой стороне, вся эта информация остается внутри вашей компании, к ней всегда можно вернуться. Там достаточно понятный интерфейс. Не нужно специально учить клиента, что нужно делать. Нужно объяснить, что он может поставить задачу или может прокомментировать и по регламенту с ним договориться. В каком случае вы бросили все и побежали что-то выполнять, а в каком случае поставили задачу в очередь. Это уже ваши процедуры, с которыми вы с клиентом о них договариваетесь. Второй блок. Мы поговорим про блок «Не испортите ощущения». Первое, с репутацией прихода к вам они должны соотноситься. Если там хорошие отзывы, то здесь качественная коммуникация, быстрые ответы в разных каналах вы собираете информацию. Второй блок «Качество самой коммуникации». То есть мы отвечаем быстро, мы отвечаем во всех каналах, но как? Что мы делаем? Мы контролируем коммуникацию, мы контролируем различные каналы, немножко об этом поговорили, мы контролируем различные стадии, на каждой стадии на входящем обращении, на выполнении заказа, на коммуникации уточнили мы все и провели ли клиента правильно по воронке. И мы уточняем, что клиент слышит от нас, как мы говорим с ним, как мы говорим с ним голосом, как мы говорим с ним текстом. Еще раз покажу, внутри Bitrix24 есть блок как раз с контакт-центра, вы подключаете различные каналы, сделать это достаточно просто, вот там вы выбираете канал, Instagram, Viber, Facebook, ВКонтакт, и просто авторизуетесь, подключаете в большинстве социальных сетей, некоторые чуть сложнее авторизация, но в большинстве таких кнопочек вам специально никаких навыков совершенно не нужно программистских, технических, чтобы подключить такой канал. Окей, подключаете, и мы мониторим вот эти все каналы. Я проговорил уже про то, что есть в классических современных каналах, и в последней версии мы мониторим даже канал видеосвязи, то есть вы знаете, как клиент вам звонит, у вас есть записи разговоров, вы можете их послушать, вы знаете, что клиент пишет и что отвечает ему менеджер, можете посмотреть на этот текст и посмотреть, умеют ли менеджеры отрабатывать возражения, достаточно ли они вежливые, все ли они правильно спрашивают, задают ли они нужные вопросы, которые вы им сказали, правильно ли они ведут поворонки клиента, не обещают ли они чего-нибудь лишнего, или наоборот, может быть, есть акции, про которые они сейчас не говорят. Это все можно послушать. Мы в последней версии добавили интеграцию с Zoom, когда у вас не в оффлайн приходят люди, а все-таки они презентацию слышат уже в формате удаленном, мы находимся там, встречу в Zoom организуем, и либо проводим экскурсию по офису, либо показываем продукцию, либо просто встречаемся вот так. Это не личная встреча, это видео-встреча. Пожалуйста, можно сохранить такую запись у себя внутри CRM-системы и посмотреть ее тоже. Насколько менеджер в видеоформате, ну, все те же самые стадии проходит. Отрабатывает возражения, доброжелателен, вежлив, задает вопросы, ну, делает ли все правильно, как вы его попросили. Пожалуйста, так можно сделать. Следите за стандартами. Что это за стандарт? Это текстовые стандарты, мы сейчас только что про них поговорили, спрашивать то, что нужно, и это стандарты введения сделок. Во многих бизнесах очень критично, если стадии несколько, как клиент должен прийти, например, клиент там покупает кухню, он должен прийти, посмотреть, потрогать материалы, после этого он должен сделать замер, ну, есть несколько стадий, через которые нельзя перескочить, нельзя просто на входящее сообщение, сколько стоит кухня, ответить 150 тысяч рублей. И спасибо большое, до свидания. Если менеджер так будет делать, то продаж никаких не будет, его нужно четко вести по стадиям. Поэтому, конечно, все эти стадии мы заранее выставляем, мы как владельцы бизнеса, как люди, которые с этим бизнесом не первый день, знаем, что за чем должно идти, вот технологический процесс, понимаем, выставляем все стадии, говорим менеджеру, смотри, как нужно действовать. Последовательно по стадиям CRM будет подсказывать тебе, что в следующий момент нужно сделать. Здесь договориться про замер, здесь выставить счет, здесь отправить первые данные, здесь отправить пакет документов. Пожалуйста, CRM об этом всем знает, естественно. Ну и внутри, в карточке CRM-системы, вы все четко видите, в правой части у вас ключевые данные. Даже если у вас менеджер заболел один, его подхватил, клиента подхватил коллега, он открывает карточку, и там все понятно. В левой части этой карточки ключевые данные, кто клиент, какая сделка, это вы сами определяете, какие данные ключевые для вас. В правой части мы называем это таймлайн, то есть хронология всей коммуникации с клиентом. Когда он позвонил, вот она запись звонка, когда с ним встречались, какое коммерческое предложение ему выслали, какие документы были внутри сделки, чем менялись, что обсудили, какие скидки пообещали. Это все можно достаточно легко сделать. Есть очень полезное свойство, которое называется обязательное свойство. Они могут быть привязаны к стадиям. Какой-нибудь пример сейчас с вами придумаем. Например, для того, чтобы сделать коммерческое предложение, нужно знать объем продаж компании, или оборот компании, и нужно уточнить, из какой на отрасли. Вот без этих двух параметров не сделать хорошего коммерческого предложения, потому что, например, там должны быть кейсы, или там должны быть отсылки к каким-нибудь связям, интеграциям, к чему-то еще. Мы можем голосом сказать менеджеру, пожалуйста, уточняй это, но не всегда это получается, он тут забыл, тут не уточнил, и может либо придумать для коммерческого предложения, либо просто блок из коммерческого убрать и отправить в таком виде, в половинчатом. Не очень эффективное коммерческое предложение получается. Мы можем сказать, пожалуйста, вот на этой стадии ты не можешь двинуться дальше, пока ты не заполнил два ключевых поля. Первый оборот компании, второй отрасль компании. Вот если ты их заполняешь, нормально можешь перейти на следующую стадию. И вот такие обязательные стадии могут быть на входе в сделку, нужно уточнить про клиента первичные данные, могут появляться в середине или в конце сделки. Вы их настраиваете и гарантируете, что менеджер точно идет по нужным стадиям и уточняет нужную информацию. Эта информация нужна вот в этой конкретной сделке, чтобы, например, сделать коммерческое предложение. Либо она нужна вам в дальнейшем для того, чтобы с этим клиентом работать. Вы потом будете делать срез по отраслям и работать с ними дальше с существующей своей базой. Это важно и технически это достаточно просто сделать. Конечно, когда мы говорим контролируйте, мы имеем возможность контролировать сами качество коммуникации. То есть мы взяли, послушали звонок, мы открыли запись зума и посмотрели видео и оценили менеджера. Сказали, вот здесь у тебя получается здорово, здесь не очень, давай я тебе подскажу, как лучше те же возражения преодолевать. Вот что на это возражение лучше ответить. Ты вот так среагировал, а можно сделать еще по-другому. Такое мини-обучение провели. А можно автоматически запрашивать у клиентов обратную связь. В чате, в телефонном звонке вы можете автоматом попросить оценить работу с конкретным менеджером. Особенно это актуально не на продаже, когда вы позвонили или какую-то продажу совершаете, актуально на обращении потом в поддержку. Вы позвонили для того, чтобы уточнить какую-то информацию, позвонили с претензией, позвонили решить вопрос или написали в чат. И, пожалуйста, здесь можно оценить качество коммуникации, насколько корректно все было. Это в статистику попадает, вы потом в статистике можете посмотреть, какая общая удовлетворенность клиентов от ответов по всем менеджерам или по конкретному менеджеру. То есть это можно делать автоматом. Конечно же, на основании этих данных вы идете не в наказание сотрудников, сейчас мы там палкой их разгоняем, вы идете в обучение сотрудников. Обучение сотрудников процесс регулярный, я уверен, что в каком-то формате оно у вас присутствует, либо в таком интуитивном формате, либо есть внутри правила, курсы и регламенты зафиксированы. Давайте мы еще с вами немножко поменяемся обратной связью. Скажите, пожалуйста, поставьте цифру 1, у кого обучение интуитивное, мол, вот Сергей, он тебе все расскажет, а у кого есть написанные готовые регламенты, и мы новому сотруднику говорим, познакомься, пожалуйста, с регламентами, и потом мы экзамен у тебя приняем. Цифра 2, у кого есть регламенты, правила, экзамены, цифра 1, у кого такое интуитивное обучение. Посмотрите, что происходит. Вижу пока единицы. Разбавьте, разбавьте, друзья. Двойку, да, спасибо большое. Аккаунт с названием сервис составит цифру 2, все вроде бы логично, да. Хорошо. Вообще никакого обучения, пишет Татьяна. Татьяна, кажется, что вообще никакого обучения, ну, невозможно. То есть человек все равно должен узнать какую-то информацию. Что у вас за продукт? То есть иди на сайт, посмотри, чем мы торгуем, что мы продаем, какая у нас услуга или какой у нас продукт. Кому мне звонить? Ну, вот сидит рядом Светлана, спроси у Светланы, как можно что-нибудь сделать. Так. Вижу, друзья, цифры. Смотрите. В любом случае такое обучение есть. И лучше, конечно, возглавить и контролировать этот процесс. Давайте я вам подскажу два простых инструмента, которые могут совершенно спокойно у вас работать. Первое. Внутри Bitrix24 есть такой раздел, называется он «База знаний». Потратьте какое-то количество времени и сформируйте такую базу знаний. Там первую базу знаний. Что мы продаем? И расскажите правильно, красивыми словами, адекватными, которые можно потом транслировать клиенту, какой продукт или какую услугу вы разрабатываете, продаете, делаете. И чем эта услуга прекрасная? Вот просто в тезисах на одну страничку вы лендинг рисуете, сделаете такие базовые заготовки. Добавьте картиночек, добавьте текста, для того, чтобы человек сразу же быстро понял. Мы не просто делаем пластиковые окна, а мы помогаем людям. Сейчас сложно мне сформулировать миссию бренд компании, но сделать это красиво, так как вы бы рассказывали клиенту. Потому что менеджеры, скорее всего, будут общаться не так, как вы. Значит, это первый момент. Второй момент. Такая база знаний очень хорошо работает на продажу. То есть на механизмы и алгоритмы продажи. И вы опишите. Продажа в нашей компании осуществляется следующим образом. Есть входящий трафик, есть исходящий трафик. Вот так мы общаемся здесь, так мы общаемся там. Правила такие. Если что-то возникает, вопрос, нужно пойти в этот отдел. Если такой вопрос возникает, нужно уточнить у этого коллеги. И вот все эти регламенты внутри, они не сложные, они те, которые вы обычно голосом проговариваете, но это сильно сократит время для вхождения менеджера по продажам, вхождения в курс дела и в нужный курс дела, в который вы говорите. Эта база знаний есть, конечно, на мобильном телефоне. Можно ее с мобильного почитать. Портал доступен с iOS, с Android. Можно почитать ее здесь. И второй момент, который хорошо помогает, это чаты. Если у вас несколько человек, которые занимаются продажами или производством, или еще чем-то, их можно объединить в чат. Когда новый человек не знает, как поступить в конкретной ситуации, он в чат пишет. Друзья, помогите, не понимая вот здесь. И ему сами коллеги, сообщество помогают. То есть это не всегда... Раньше можно было подружиться за чаем с кем-то из коллег и спрашивать все время у него. А теперь можно работать и в удаленном формате точно так же. Поэтому, да, рекомендую. Чаты работают очень здорово. Особенно если у вас такая корпоративная культура внутри дружелюбная. То есть не каждый сам за себя, а друг другу помогают, то чаты здорово спасают и вводят в курс дела, помогают новичкам хорошо начать. Так, блок третий. Системно собирайте отзывы. Екатерина говорила много про отзывы. Я прям рекомендую вам этот процесс. В чем сложность такого процесса? Его сложно сделать регулярно. Сейчас вы послушали вебинар и с завтрашнего дня или сегодня прямо решите сделать точно. Я пойду на эти площадки, посмотрю, что про нас пишут. А потом у меня есть клиент, который может оставить отзыв, что я этот отзыв опубликую. И вы это сделаете. Но это нужно делать регулярно и системно. Поэтому сейчас я покажу тоже инструменты внутри Bittrex 24, которые помогут вам в этом. Вот три пункта, которые в этом блоке, по каким хотелось пройти. Это, во-первых, собирайте по всем сделкам такую обратную связь. Меняйтесь по негативным отзывам и размещайте, публикуйте положительные отзывы. Мы зеркали с Екатериной друг друга, мыслим, видимо, в одном ключе. Поэтому смотрите, что это такое. Есть такой параметр, называется он NPS. Это Net Promoter Score. Вообще, это простой вопрос, который иногда вы тоже слышите от крупных брендов. Они спрашивают, скажите, пожалуйста, порекомендовали ли бы вы работу с нашей компанией своим друзьям? И вы отвечаете по 10-ти больной шкале. Я порекомендовал бы с вероятностью 1 или с вероятностью 10. Точно порекомендую или никогда не порекомендую. Вот там есть определенный алгоритм, как это делается, как считается, потом как выводится определенный показатель. Но сейчас смысл, наверное, даже не про то. После каждой сделки, когда вы все рамы не привели, можно автоматически назначить вот такую обратную связь. Когда вы ставите задачу или запускаете новый цикл, новую воронку для отдельного сотрудника, например, или по совместительству он с чем-то занимается, и он говорит, звонит клиенту или пишет ему и говорит, здравствуйте, я отдел контроля качества, меня зовут Михаил, я бы хотел узнать, как вам работалось с моими коллегами. Тут важный момент, что это не сам человек, который оказывал услугу, звонит, и ему неудобно сказать, что, ну, вы знаете, ну, нормально все было обычно, говорят, все, спасибо большое. Если там негатива никакого не было, говорят, все окей, спасибо. Обратной связи не получите. А вот если звонит отдел контроля качества, то ему говорят больше. Говорят, ну, слушайте, там сильная сторона вашей компании вот такая, но вот в коммуникациях вы проседаете. Я ожидал, что мне будут каждый день звонить, а вы не звоните каждый день. И вот такую обратную связь собрать бы хорошо. Что потом мы с ней делаем? Мы запускаем по ней разные цепочки. Внутри Bitrix24 есть такой инструмент, называется он туннели продаж. Мы про него поговорим, когда будем говорить про продажи непосредственно. Вот сегодня у меня маленький слайдик есть. А сейчас я говорю, что эти туннели продаж можно приспособить под введение различных стадий. То есть стадии не только сделок, есть не только продажные стадии, но, например, стадии производства. Нам для того, чтобы создать окно и установить окно, нужно собрать его на производстве, выполнить какие-то действия для того, чтобы оно встало на автомобиль, поехало к клиенту, встало у него в квартире. И поэтому эти тоже можно разбить на стадии, тоже можно там ввести. Точно так же по стадии можно собирать обратную связь. Мы поставили задачу на обратную связь, созвонились, обратная связь положительная, мы запустили дальше отзыв. Обратная связь отрицательная, мы запустили процесс корректировки. Почему я здесь все время призываю вас систематизировать этот процесс? Потому что в текучке очень сложно уделять ему внимание. Вот мы в самом начале собирали обратную связь. Друзья, скажите, кто системно работает с отзывами и с репутацией? И очень много минусов я видел, но чаще всего, даже по своему опыту, это потому что есть другие, более приоритетные задачи. Можно бизнесом непосредственно заниматься, чтобы были продажи, чтобы были деньги. До отзывов не доходят руки. Поэтому систематизируйте. Может быть, отдельная пол роли будет у кого-то из ваших сотрудников, кому это интересно поставить процессы заниматься им. Но без системы, к сожалению, это забывается достаточно быстро. Так, движемся ближе к финалу. Это пункт номер 4. Сократите человеческий фактор. У нас в бизнесе очень много зависит от людей. Это с одной стороны хорошо, потому что личные коммуникации здоровы и классно, и приятно, в особенности теперь. С другой стороны, завязанные на людях процессы подвержены вот такому человеческому фактору. Я забыл, не успел, у меня было плохое настроение, что-то здесь не сложилось, и от меня лично, как от человека, зависит, как пойдет процесс. Это не очень здорово. Поэтому, если мы видим возможность автоматизировать процесс, то, конечно, мы идем в этот формат, в эту сторону. Что такое автоматизация? Это передача алгоритмов, функций и действий каким-нибудь роботам. Ну, вот здесь робот, который узнаваемый достаточно, мы говорим про роботов, которые просто куски кода, мы их фактически не видим, но перекладываем на них какие-нибудь процессы. Какие это могут быть процессы? Что можно просить автоматику делать за себя? Ну, например, сервисное сообщение, про которое мы говорили. Ваш заказ приехал, заберите, пожалуйста, из пункта выдачи. Мы начали его собирать. Пожалуйста. Это могут делать автоматические роботы, вам самим набирать такие тексты не нужно. К этому мы достаточно привыкли. Хорошо. Роботы могут присматривать за менеджером. То, что мы тоже говорили, сколько времени нужно на определенную стадию. Не просрочил ли менеджер время ответа? Не прошел ли уже дедлайн, когда нужно было выслать коммерческое предложение? Можно мониторить такую ситуацию автоматически. Менеджеры могут запускать ремаркетинг, ретаргетинг. Когда у вас клиент находится в воронке, они могут автоматически взять его имейл, номер телефона и добавить его в рекламную аудиторию, и вы нацеливаетесь на него каким-то сообщением. Например, если у вас длинный цикл сделки, он попал к вам в воронку, и вдруг он начинает видеть рекламу, какая вы классная компания. И у нее создается ощущение, что действительно компания это классная, потому что я и тут видел ее, и там, кажется, видел, и тут название слышал не первый раз. Если вы совершаете дополнительную продажу, то схема точно так же, только сообщение другое. То есть роботы могут взять на себя... Это маленький пример, на самом деле. Вы когда с коллегами из интеграторов, которые сегодня в чате у нас работают, компания Techcom 21, бизнес-драйвер и первая IT, будете общаться, вы задаете прям вопрос, что можно автоматизировать. Вот у меня есть такие-то процессы, можно ли их переложить на роботу. Коллеги вам точно подскажут, потому что там очень много разных вариантов. У них большой опыт автоматизации различных бизнесов. У нас внутри Bitrix24 есть два термина – роботы и триггеры. По сути, это алгоритмические действия, идеи другие. Мы их разделяем каким образом? Роботы, вот то, что я сказал, делают что-то с лидом или сделкой, которые идут по стате, значит, мониторят. Триггеры ожидают действий клиента. Например, мы сделали рассылку и говорим, по этой рассылке есть переход на отдельный лендинг. Мы его создали внутри Bitrix24. И вот если клиент перешел на ветлендинг, значит, он заинтересован и с ним лучше бы поработать. И если мы настроили такой триггер, то он мониторит, ждет. Если клиент перешел, он автоматически взял и перевел в другую стадию, например, сделку. И менеджер сразу знает, что вот с этой стадии нужно работать. Он из холодных перевел в теплые. Ну, как пример такой, достаточно простой. Так, и еще один большой блок, про который точно нужно сказать в информационизации. Роботы и автоматические действия внутри Bitrix24 могут по-вотчимам автоматически создавать документы. То, что менеджеры чаще всего не любят и на что уходит достаточно много времени, начиная от счетов, коммерческих приложений, заканчивая договором, который автоматом подтягивается из карточки клиента реквизиты, заполняется шаблонный договор, и автоматом мы его выводим, ставим на него фоксимили-скан подписи и, пожалуйста, можем отправить по почке. Либо счет, либо договор, если мы так умеем делать, если мы внутри договорились, что так можно, пожалуйста, автоматически может это за нас сделать. Это экономит огромное количество времени у менеджеров и действительно та работа, которая им не нравится. Монотонно заносить что-нибудь, там, где человеческий фактор критичный, забыть из коммерческого предложения удалить упоминание предыдущего клиента, случайно и отправить новому, неприятную ситуацию, или ошибиться в ИНН, какие-то реквизиты компании. Вот всю эту неприятную историю, нелюбимую, можно передать роботам, там все красиво и здорово. Так, про рекламу вам говорил, вот как это работает. По сути, мы выбираем сегмент аудитории и добавляем его в наш сегмент рекламный. Если там есть пересечение по мобильному телефону или почке, отлично на компанию, на человека начинает таргетироваться реклама, которая настроена уже заранее. И последний блок, про который я сегодня хочу поговорить, я назвал его «обнимите своих клиентов», это про общение, про коммуникацию, про заботу, по сути. Вот клиенты, есть статистика, которую я прямо сейчас покажу вам. 64% компаний, большущий опрос был, он не только российский, он мировой, говорят о том, что мы уходим от какого-то конкретного поставщика не потому, что у него высокие цены и нам предложили лучше. Так тоже бывает, но там, по-моему, в пределах 12-15% в этой группе. Но в основном мы уходим от компаний, потому что мы чувствуем недостаток внимания и заботы. То есть мне не позвонили, не спросили, когда продавали автомобиль, через месяц, нравится ли мне все, как я там езжу, все ли у меня окей. Когда мне продали, не знаю, велосипед, можно сделать то же самое. Мне не напомнили, что нужно смазать этот самый велосипед через три месяца, или что нужно подготовить его к зиме, если вдруг я собираюсь как герой ездить на велосипеде зимой. Ну, кстати, вот зимой, которая в Петербурге, можно ездить, в прошлую снега практически не было, поэтому и видели прецеденты. Это я сейчас придумываю из головы, но тем не менее, у вас есть процессы, вы понимаете, где нужно клиента предупредить, где нужно клиенту вернуться, где закончилось действие вашей услуги, и нужно бы сказать, давайте мы продлим с вами контракт на следующий год, предыдущий заканчивается. Но не только вот в жестких продажных формулировках, что у вас заканчивается за строковка, давайте-ка я продлю вам ее. Скажите, пожалуйста, вот прошло там 11 месяцев из 12, как вам это было? Что вам было хорошо? Что вам было неудобно? Нормально, собрали обратную связь, исходя из этого, потом сделали следующее предложение. Таким образом, вы и с чеком можете поработать, если человеку на предыдущем тарифе, например, было неудобно, можно перевести его на другой тариф, где большее количество услуг, или большее количество забот, или больше возможностей коммуникации, что что-то там прирастает. И, с другой стороны, вы подняли лояльность. Клиенты не чувствуют себя такими потерянными, без заботы. Мы говорим, что работать со своей существующей аудиторией, ну, не только с точки зрения там лояльности и заботы полезно, с точки зрения продаж тоже, конечно, полезно, потому что это аудитория, которая уже есть у вас. Вы за нее как-то заплатили, откуда-то получили эти контакты. Если это аудитория, которая вас что-то купила, то, скорее всего, они к вам лояльные. Продать лояльному клиенту намного проще, чем продать новому клиенту. Если у вас аудитория, которая вас ничего не купила, конверсия же у вас не 100%, к вам пришло 100 человек, вы продали 10 из них, а 90 человек остались без покупки по разным причинам. Вы их в процессе этой сделки сегментируете, говорите, из какой они отрасли, почему они у вас не купили. Например, они отложили проект на полгода. Значит, нужно выбрать таких людей. У вас там стадии определенной проигранной сделки есть. И через полгода вернуться к ним, сказать, друзья, давайте мы возобновим с вами разговор о том, о чем говорили полгода назад. У нас теперь есть вот это, а как у вас дела? И таким образом со своей существующей базой, конечно же, нужно работать. Как работать со своей существующей базой? Нужно заранее подготовиться. Вот три таких шага я определил, они базовые, совершенно простые. Первое. Подумайте и создайте критерии, по которым вы будете фильтровать аудиторию. Если вы хотите делить ее по городу, полу, профессиональной деятельности, отрасли, то, пожалуйста, придумайте заранее вот те критерии, которые вам нужно будет уточнить, записать к себе и потом делать такой фильтр. Здесь предостерегу, что когда вы сядете за эту работу, вам захочется написать 50 критериев, 100 критериев, по которым можно вот по-разному, по-разному фильтровать. Нет, напишите несколько основных, там до 10 точно, потому что даже 10 уточнить у клиента, с которым идут переговоры, особенно переговоры, которые не привели к успеху, не продали вы ему то, что хотели, 10 критериев уточнить очень сложно. Поэтому базовые, по которым вам нужно будет фильтровать. Определите такие пресеты и цепочки, что вы будете с ними делать. Вот такие, вы их узнаете, как вы будете использовать эту информацию. Нужно продумать это заранее, так вам будет понятно, какие данные собирать и как называть эти стадии финальные, завершающие, неудачные. То есть вы придумаете, что вы с ними потом будете делать. И третье, определите целевой канал коммуникации. Так вы поймете, что у клиента собирать, какие данные. Номер телефона, электронную почту. Опять же, предостерегу, что не сразу все там, все 12 параметров, что у него есть. Но ключевые определите для себя, потому что вы через эти каналы потом будете отправлять ему письма или звонить, или в мессенджере общаться, или приглашать его в какую-то группу. Мы все работаем на ДЛТВ, делаем так, чтобы клиент купил у нас не единственный раз, а следующие. И это тоже, конечно, сильно зависит и от репутации, и от алгоритмов. От репутации помнит ли о вас клиент хорошо. И второе, даже если он вас помнит хорошо, не факт, что когда ему нужна будет следующая услуга, то есть он будет покупать следующий телевизор, он скажет, ах, точно, я пойду вот сюда. Нужно появиться у него в нужный момент или регулярно появляться, чтобы вы в какой-то нужный момент было сообщение, вы прислали ему письмо, у нас телевизоры в черную пятницу скоро наступают. Ух ты, у нас есть такое предложение. Он говорит, я точно не покупал телевизоры, давай посмотрю, вот телевизор, и я себе куплю. Опять же, пример из головы, вы его перекладываете на свой бизнес. Есть такой инструмент, который называется прямо генератор продаж, вот если про черную пятницу мы начали говорить, мы выбрали всех клиентов, которым мы потенциально можем продать новую услугу, юридическое сопровождение или ту же технику, все, что угодно. и нацелились на них. Как мы к ним можем прийти, какой канал мы выбрали. Мы можем прийти к ним почтой, можем прийти к телефону, можем добавить их в рекламную аудиторию и им показать рекламное сообщение, что у нас есть акция специальная для того, чтобы они себе приобрели этот волшебный телевизор или что там, чем там вы торгуете. Вот, пожалуйста, таким образом можно делать, называется генератор продаж. Пользуйтесь, пожалуйста. Обещал вам еще в конце сказать про тоннели продаж, которые к продажам относятся, и, конечно, это они. Если у вас есть, ну, вот такой классический пример, вы продаете и технику, и обслуживание техники, мы как-то приводили в пример кондиционеры, тогда вам нужно продать кондиционер как устройство, это одна воронка. Вам нужно продать обслуживание кондиционера, потом расходные материалы, а через год вернуться и сказать, давайте мы же его почистим, потому что с ним там может быть не все в порядке. Вот это три разные воронки, у них разные стадии, и их можно автоматически завести внутрь B324, чтобы вы не забыли. Вот мы убираем человеческий фактор и говорим, мы не забудем прийти к этому клиенту через год. И если вы звоните ему через год и говорите, вы знаете, есть вероятность, что в вашем кондиционере завелись какие-то бактерии, это не очень полезно. Мы приедем за там сколько-нибудь рублей, почистим вам такой кондиционер, вы будете дышать хорошим, красивым, чистым воздухом. Окей? Да, а заодно мы проверим, у вас там, не знаю, давление или что-то там еще. Подумайте про такие процессы у себя, их можно настроить автоматически внутри B324, вот в тоннелях продаж, как раз и к этому инструменту отлично он подходит. Так, у меня финальный слайд. Я сегодня говорил про функционал B324. И вообще B324 такая комплексная система, которая работает с компанией внутри, помогает ей общаться, ставить задачи и работать и с клиентами снаружи. Мы говорили про CRM-систему. Вообще мы состоим из пяти больших блоков. Это офис, где мы организуем работу команды, общаемся, такой виртуальный офис, если мы сейчас вдруг снова разойдемся по домам. Блок задачи и проекты. Я немножко говорил про него, про подключение клиентов, но в этом блоке все ваши сотрудники работают и отчитываются по задаче. Там все прозрачно, понятно, эффективность повышается. Блок CRM-а, про него поговорили. Контакт-центр, про него поговорили. Сегодня есть еще один блок, в B324 можно делать сайты и интернет-магазины. Пожалуйста, торговать в интернете, отправлять ссылку на покупку прямо в чат, принимать оплату в этом чате и завершать. То есть полный цикл покупки в B2C можно сделать прямо в чатике, показать товар, принять оплату и в доставку отдать товар. Друзья, у меня все. Если есть вопросы, я сейчас буду подглядывать во вкладку. Так, во вкладке ответы, поэтому я иду снова обратно в чат. Если есть вопросы, я могу немножко поотвечать. Вам на них? вижу, что коллеги уже поотвечали. Так, окей. Смотрю, что вопросы специфические и, наверное, по докладу, больше B324 коллеги на них отвечают, по докладу вопросов особенно нет. Хорошо. Значит, мы будем завершаться. Вам большое спасибо за то, что вы сегодня были с нами полтора часа. Я очень надеюсь, что вы для себя зафиксировали какие-то ключевые моменты, по которым хочется сделать изменения внутри компании. Соответственно, вы эти моменты записали себе, наверное, где-то на бумажке. Поговорите, пожалуйста, с нашими коллегами-интеграторами, с которыми вы в чате сейчас общаетесь. Вот они придут к вам с вопросом, есть ли у вас задачка такая для B324 и вообще есть ли внутри процессы, которые сейчас в компании неоптимальны. Может ли B324 повлиять на эти процессы, сделать их проще, лучше, быстрее, дешевле для самой компании или эффективнее и внутри, и снаружи. Всем удачи. Я надеюсь, что вы услышали ту информацию, которая вас откликается для изменений, поработать с репутацией, сделать что-нибудь внутри B324 полезное для своего бизнеса, настроить его лучше или начать им пользоваться. Коллеги вам в этом помогут. Я прощаюсь. Счастливо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...